Обязанность замужней женщины Правило первое. Жене, что по закону честно на ложь и муж ей идет, должно быть хорошо известно, каков бы ни было веков, что муж ее берет, лишь для себя берет. Второе правило. Благоназумная жена и платье надевать должна, такое только муж захочет. Красива ли жена? Оценит муж один и что одобрил господин? Пускай в мой целый свет порой! Третье правило. Давай искусство делать глазки, давай помады, мази, краски и сотни средств для свежести лица. Защерпьте с гадами подобные опасны, ведь я заранее быть прекрасной, уже не трогаю сердца. Третье правило. Четвертое. Повсюду умешь людей, ей будет честь порука, под шляпкой и спрыгла скатить она должна, Чтоб мужу нравилась жена, другим ей нравится, не надо. Пятое правило. За исключением тех, кто отдает визит, обычай добрый не верит, что пыли у жены приемы, любезность будет лишь вредить. И гость с одной женой знакомой не может мужу угодить. Шестое правило. Не может быть женой приличной, подарок от мужчин нельзя. Наш век, вы знаете, отлично. Ничем без цели не дает. Правило седьмое. У братстве комнаты у женщин не нужны бумага и перу, чернильница. Чернила и старина разумно рассудила. Муж может написать, что нужно для жены. Восьмое правило. На безборядочных свиданиях, в так называемых собраниях сейчас находится природа жены, увы. Я созреваю договоры против супруга и главы. Девятая правила. Жена разумная, что честью дорожит, и крыска властно избежит, в ней видят черную сарасу. И креобанчевый исход нередко женщину толкнет, на каждую все поставить сразу. Десятое правило. Поездки за город в Аске, а там привалы на лужке, запрещены, должны быть строго. Гласит урок разумных душ, всегда расплачивался муж, когда жена гуляла много. Ах, делик ты обжарила! Вы кончите одна, а после как-нибудь я этой мудрости вам растолкую суть. О!